В годы Второй мировой войны Австралия и Новой Зеландия остро нуждались в военной технике и современном вооружении. Союзники не могли обеспечить эти государства необходимой техникой, так как все их силы были направлены на борьбу с Германией. Таким образом, Новой Зеландия была вынуждена самостоятельно заниматься вопросом собственной безопасности. В 1940 году был выпущен новозеландский средний танк на базе американского гусеничного трактора. Необычная машина получила имя «Танк Боба Сэмпла». Такое решение было весьма логичным. Не имея особого выбора, было решено брать за основу имеющиеся тракторы и устанавливать на них вооружение и защиту. Это позволило предоставить армии хотя бы какую-то бронетехнику. В Новой Зеландии не было собственного производства брони, поэтому защитить танк решили с помощью рифленых катанных панелей, предварительно прошедших закалку. Такая защита могла выдержать огонь из пулемета винтовочного калибра. Рифлеными листами защитили моторный отсек и борта корпуса. В качестве вооружения были использованы шесть английских пулеметов «Брэн». Два из них разместили в лобовой части, еще два в бортах, а также в башне и кормовом листе. Экипаж танка состоял из восьми человек. В передней части размещался водитель, за которым находился механик, отвечающий за работу силовой установки. Вместе с ними находились шесть пулеметчиков, одним из которых был командир танка. Вес машины достигал 25 тонн, длина более 4 метров, высота 3 метра 30 сантиметров и ширина 2 метра 70 сантиметров. Инженеры улучшили трансмиссию и ходовую часть. За счет этого танк мог развивать скорость до 25 километров в час. Расположение пулеметов позволяло простреливать все пространство вокруг танка. Во время испытаний машина показала неплохую подвижность, но при этом ее корпус сильно качался в движении из-за специфической ходовой части. Это создавало проблемы для прицельной стрельбы. Чтобы исправить все недоработки требовалось время. Военные приняли решение сократить количество заказанных танков. После проведенных испытаний они пришли к выводу, что подобные машины это шаг назад, к танкам Первой мировой войны. Специалисты, среди которых были и американцы, увидев необычную технику, были в замешательстве после того, как узнали, что за основу взят американский гусеничный трактор. В 1941 году военные полностью отказались от этого проекта. Танк Боба Сэмпла не успел поучаствовать в военных действиях, но он показал, что даже в условиях жестких ограничений инженеры способны создавать боевые машины буквально из подручных средств. Во время Первой мировой войны вооруженные силы Италии не располагались собственными бронетанковыми подразделениями. В 1916 году компании Fiat была поставлена задача в сжатые сроки разработать концепцию первого итальянского танка. Через год был подготовлен первый прототип Fiat 2000. Тяжелый танк должен был беспрепятственно передвигаться по пересеченной местности, покрытой глубокими воронками, обстреливать противника пулеметным и пушечным огнем и сопровождать пехоту. По размерам итальянский танк не уступал британскому Марк 5, но при этом был намного тяжелее – 40 тонн. В передней части находился водитель. За счет смотровой щели и боковым отверстием он располагал довольно неплохим обзором. В отличие от тех же британских танков, двигатель у Fiat 2000 располагался под отсеком экипажа. Машина была оснащена шестицилиндровым двигателем мощностью 240 лошадиных сил с водяным охлаждением, который приводил в движение катки при помощи поперечной тяги. Несмотря на то, что бак вмещал 1000 литров топлива, его хватало всего лишь на 75 километров. Ходовая часть выступала за прикрывающую ее броню. Сама броня состояла из стальных листов, которые крепились с помощью заклепок. Лобовая часть имела толщину 20 миллиметров, боковая – 15. Три пулемета разместили сзади, два спереди и по два с боков. В крышу вмонтировали вентилятор. Наверху корпуса была установлена вращающаяся башня, изготовленная из четырех склепанных блоков. В башне могли разместиться два человека. Эксплуатация нового танка выявила ряд проблем. Военных не устраивал огромный расход топлива и сильная тряска при движении. Нередко при длительной работе перегревался двигатель. Температура в отсеке с экипажем была высокой, а вентилятор не справлялся со своей задачей. Высота танка и его центр тяжести увеличивали риск быть опрокинутым при подъеме на склон. Тем не менее, до первой половины 20-х годов танк находился в эксплуатации, после чего был снят с вооружения, так как появились машины с более высокими характеристиками. Фиат 2000 перебросили на военные полигоны, где они стали учебными машинами для подготовки новых экипажей. Советский тяжелый танк Т-35 был запущен в производство в 1933 году. Он был единственным в мире пятибашенным танком, производившимся серийно. В 30-е годы это был самый мощный танк Красной Армии, но к началу Второй мировой войны Т-35 начал устаревать. Основная часть этих танков была потеряна в первые дни войны. Корпус частично клепался и сваривался из бронелистов толщиной от 10 до 50 мм. Главная башня имела цилиндрическую форму и кормовую нишу и оснащалась 76-мм орудием. Танковый перископ и телескопический прицел использовался в качестве прицельных приспособлений. Справа располагался пулемет ДТ. Малые пушечные башни, расположенные по диагонали, оснащались 45-мм пушками. В движение танк приводил V-образный 12-цилиндровый карбюраторный двигатель М-17 с жидкостным охлаждением. Мощностью 500 лошадиных сил он был расположен в задней части корпуса. Т-35 мог развивать скорость 30 км в час по трассе и 12 км в час на пересеченной местности. Топливные баки вмещали 910 литров топлива. Этого хватало на 150 км. В главной башне находились три члена экипажа – командир, радист и пулеметчик. Командир совмещал функции наводчика, а радист еще исполнял функции заряжающего. В башнях, оснащенных 45-мм пушками, располагались по два человека – наводчик и пулеметчик. В пулеметных башнях находилось по одному человеку. В передней части танка размещался механик-водитель. Его обзор был сильно ограничен из-за выступающих вперед гусениц. Иногда машиной приходилось управлять почти вслепую. Несмотря на то, что к 1941 году Т-35 начал устаревать, он не был снят с вооружения. Подавляющее большинство машин было потеряно в первые дни войны, зачастую из-за неисправностей. Последний раз эти танки были задействованы в битве под Москвой. На данный момент сохранился только один единственный оригинальный экземпляр, который находится в бронетанковом музее. Он не принимал участия в боевых действиях. Редактор субтитров А.Семкин